Проблемы в отношениях с близкими, начальством и в общении в целом – не редкость в обществе. Но большинство людей не придают этому значения, а некоторые и вовсе этого не замечают. А зря уверяют специалисты, ведь от поведения человека зависит, как сложится его жизнь. Что является основными причинами конфликтов и как следствие проблемами в отношениях, и как избежать негативных последствий, будем выяснять прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня доктор Ольга Стевко, врач-специалист нейролингвистического программирования. Здравствуйте, доктор Ольга. Здравствуйте. В который раз уже встречаемся у нас в студии. Очень рады вас в очередной раз приветствовать в нашем городе. Напомню, что вы из Сан-Франциско, много лет уже практикуете там. Изначально вы родом из Владивостока, из нашего города. И вот сегодня для нас большая честь, что вы нашли время и пришли к нам. Сегодня мы будем разговаривать, наверное, о таких особенно важных для общества проблемах, как недопонимание в отношениях с людьми, которые вас окружают. И я так понимаю, что с этой проблемой зачастую люди к вам и обращаются. Да. Итак, как часто вы слышите жалобы на проблемы в семье, например, на проблемы на работе, когда люди недопонимают друг друга? Я знаю, что есть такое понятие, как EQ. Что же это такое? Расскажите нам об этом. Хорошо. Я так думаю, проблемы в семье, особенно у всех, кто говорит, что проблем нет, они говорят неправду. Потому что какие-то проблемы всегда есть. И всегда люди над этим работают, над проблемами. Какие-то маленькие, какие-то большие. И также есть, особенно у кого мы поговорим про EQ, это эмоциональный интеллект, у кого низкий эмоциональный интеллект и социальный интеллект, у тех людей будут проблемы в любом обществе. И в семье, и на работе, и даже с друзьями, и со знакомыми. А что такое эмоциональный интеллект? Что это за понятие? Мы знаем IQ, а это немножко другое. Да. IQ – это уровень интеллекта. И Q – эмоциональный интеллект. Они могут замерить, как тест сделать в Америке, психологи, и показать, какой у вас эмоциональный интеллект. Это как вы себя осознаёте, свои чувства, и что можете осознать, почему они, как чувствуете и почему. И также, когда вы осознаёте чувства других людей. И тогда люди, у которых высокая EQ, у них будет и сочувствие, сопереживание к животным, к людям. Всегда оно будет. И тогда эти люди, они лучше понимают в обстановке социальной, что происходит. Им проще адаптироваться. И даже с животными. У них будет более глубокая даже связь. И люди почувствуют более глубокую связь к ним. И у них будет более глубокая связь к людям. То есть, если у человека низкий эмоциональный интеллект, эмоциональный уровень, да, вот этот, то, соответственно, они более сухие в проявлениях чувств. Я правильно понимаю? Они будут, да, не будут таких тёплых чувств выражать. Потому что, во-первых, у кого низкий эмоциональный интеллект, они могут некоторые совсем не чувствовать. У меня были клиенты, совсем не чувствуют. И тогда они как роботы, как будто как живой человеческий робот. Всё это выражается и в лице, мы потом попозже поговорим, и в теле, и в голосе, везде. И также они не будут, у них ни сочувствия, ни сопереживания, ни... Я уже забыла слово, компашен, сочувствия, сопереживания, ещё какое-то третье, сострадание будет. Не будет ни к кому, ни к животным, ни к людям, ни даже к самым близким. Они ни чувствовать, ни понимать не могут. И даже читать ни по лицу, ни по энергии человека. И поэтому проблема. Вот такие люди, кстати, они легко могут животных убить. Но если у них правила, то это будет охота. А если нет правил, то и даже просто как, даже домашние животные, к сожалению, могут убить. Ну да, есть такие люди. Нечего даже тут скрывать. Да, действительно, такие случаи довольно часто, к сожалению, встречаются. И самое страшное, что такие люди могут, видимо, и человека убить впоследствии. Да, да, да. Ни сострадания, ни сочувствия. Но здесь, наверное, важно сказать о том, что этот человек не понимает, что он приносит и себе, и окружающим дискомфорт или даже опасность какую-то. Нет, совсем не понимает. Потому что вот у меня были клиенты, которые приходили с проблемами в семейных отношениях. И вот что мы определили, что у них низкая EQ, эмоциональный интеллект. И когда я спросила, или бы это женщина была, или бы мужчина, а вы понимали, что у вас ни сострадание, ни сочувствие, что чувствовать не можете или мало чувствуете, и не можете выражать чувства. Они сказали, нет, для них это норма. А кто увидел, это их жена или муж, да, или друзья увидели это. И в связи с этим возникали конфликтные ситуации, и как следствие жизнь усложнялась. Да, 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 и конфликтные ситуации, непонимание друг друга, и также неощущение теплоты в семье, в отношениях. А в связи с чем происходит такая реакция человеческого организма на жизнь, на свою, можно сказать, наверное, даже так? Многие американские психологи, они думают, что это неразрешенные травмы. И травмы, они могут даже генеалогически передаваться через поколения. Например, какие-то войны, какие-то нападения, какие-то жестокости. И это все гены могут экспрессию произвести, и те же чувства придут, что не разрешились. И также с раннего детства, если кто-то жестоко обращается или с вами, или с кем-то в округе вас, и это все что угодно, эмоционально, физически, и даже, к сожалению, есть случаи сексуально, то если это будут продолжительные травмы такие, то образуется вот такое, что если, например, постоянно боль такая эмоциональная, физическая, то очень сильно много, и боли такой не хочется детям, и подсознание создает такой механизм, чтобы спастись, чтобы как они менее не чувствовать, или в уме где-то пойти в другую реальность. То есть как будто заслонка некая возникает, и организм тем самым награждает себя. Да, спасается. И потом такие люди не чувствуют. Но интересно, что не только они не чувствуют отрицательное, они также не чувствуют положительное тоже. У меня был клиент, который не мог плакать, но он не мог не улыбаться, не смеяться. Это уже такая большая-большая степень, что не могу чувствовать. То есть проблема усугубляется с возрастом, да, наверное, может быть, с влиянием каких-то внешних факторов. У некоторых да, да-да-да, вот такое может произойти. Какие еще есть примеры, если говорить, например, даже не о отсутствии чувств, да, как проявления чувств, не об отсутствии их, а, например, человек может сказать нет, да, часто такое случается. Человек может сказать нет не обязательно, что он не может чувствовать. Иногда, наоборот, сильно много переживает, чувствует внутри. Это проблема, да, когда человек не может сказать нет по очень хорошей причине. Потому что у этого человека подсознательные программы, убеждения, которые ему дают знать, что если он скажет нет, то он людям или она не понравится, что не будут любить люди, или что какие-то отрицательные последствия, если кто-то влиятельный. И поэтому у таких людей часто возникает внутренний конфликт. Если, с одной стороны, если они скажут нет, то у них страх или вина, что вот нет сказали, и кому-то это не понравится, кто-то обидится. Дискомфорт принесли. Да, большой дискомфорт. И вина будет, и такие тревоги, и стресс. А если они не, если сказали не, если сказали нет, да, а если да сказали, то тогда они знают, что они не могут своё что-то делать, что им нравится, а надо делать то, что не всегда оно нравится. И они будут заняты постоянно, много времени на это выделять. И тогда они будут раздражаться и злиться, даже, может, не покажут. На жизнь это повлияет отрицательно. Вот знаете, я вспомнила, у меня клиентка была в Америке Нэнси, и что она, что с ней случилось, она один раз в обморок упала на работе, потому что так устала и уже не могла функционировать. От переработки постоянно. А почему постоянно? Её такой строгий босс, постоянно, вот как конец дня, например, 6 часов дня, приносит, она рассказала, огромную такую стопу бумаг, кладёт ей на стол и говорит, вот поработайте. А она со своим, потому что у неё такие убеждения и программное подсознание, что другой бы сказал, ну хорошо, завтра поработаю. Она думает, что сейчас надо дорабатывать. И оставалась даже до полночи в офисе, а потом брала домой, и иногда до трёх ночи работала. Не отдыхала совсем. И боялась сказать «нет», потому что такой недобрый, серьёзный и такой доминирующий босс был. И она ко мне пришла, мы над этим программой и внутренним конфликтом поработали, и всё поменялось. И ей не нужно было бояться «нет» сказать, она просто не чувствовала боязни. Она, когда вот после того, как поработали, босс огромную стопу ей принёс, расположила на стол, она без страха сказала «хорошо, я с этими бумагами разберусь завтра». А сейчас я пошла домой. Рабочий день кончился. У босса торопение наступило, потому что он никогда, никак не ожидал. Он привык, что совсем соглашается работой. Да, её работу, его работу она делала дополнительно. И всё, и поменялся, она больше не позволила с собой так обращаться. А вы как-то поддерживаете связь со своими клиентами? Которым удалось помочь? Можете ли рассказать, действительно ли на длительное время или на совсем изменилась в лучшую сторону их жизнь? Я почему-то, мне всегда очень-очень интересно и важно знать, даже после много лет, как мои клиенты чувствуют. И я им звоню и спрашиваю. И вот это прошло уже лет 10. И то же самое. И что интересно, что произошло с ней, с Нэнси, что не только она «нет» могла боссу сказать, она поняла, и мы не только над этой программой подсознательно поработали, а над другими и убеждениями, что она постоянно притягивала таких же боссов, которые доминирующие были, недобрые, и все им не так было, недовольные по хорошей причине. И когда мы над этим программой поработали, она поняла, что эта обстановка ей уже больше не подойдет, ей неприятно там работать. И она поменяла работу, нашла совсем другую компанию, и других людей, которые окружали, и совсем по-другому чувствует, и более радостной в жизни. То есть она нашла себя, можно сказать, заново открыла себя для себя. И не только коллектив такой-то, другого босса нашла, и что делает, полностью поменяла. Но ведь есть же люди, которые, в принципе, это понимают, правильно? То есть есть люди, которые могут выправить сами себя из какой-то ситуации, больше или меньше. Конечно, в любом случае, так как специалисты, они не смогут проработать это внутреннее состояние, справиться с этими проблемами. Но встречались ли вам в практике такие вещи, когда человек приходил и понимал, «Да, доктор Ольга, вот здесь у меня проблема, но помогите». Бывает такое? Да, вот вы знаете, такие люди, которые очень осознательные, наблюдательные, осмотрительные и любознательные. Вот такие люди, они замечают, они не могут сказать, вот что именно причиняет, они удивляются, почему вот так в жизни происходит. Очень часто такое было, что мне клиенты говорят, вот почему у меня всё в жизни как бы повторяется. Какие-то ситуации, да? Да, я объясню. Вот женщины, например, говорили, почему я притягиваю всегда таких же мужей, вот уже четвёртый раз она замуж вышла, например. Распространённые, кстати, ситуации. Или такие же отношения. Вот почему? Вроде выглядят они по-другому, а как ведут себя, как не относятся одно и то же. Потому что я слово употреблю, паттерн, паттерны, это когда что-то в структуре, когда повторяется одно и то же, как будто как дежавюк. Зацикленность. И зацикленность, а иногда нет, как бы по-разному, а что ощущаете одно и то же, и что происходит. И это потому, вот что очень интересно, что у них определённые подсознательные программы убеждения, а люди смотрят и ощущают себя, других людей, и мир в округе всегда через фильтры своих этих программ, убеждений и конфликтов. И вот что самое интересное, что я заметила, что с определёнными программами человек будет как себя вести, как думать, как чувствовать определённым каким-то видом. И тогда самое интересное, что вот какая осанка будет, какой голос, манеры, какая энергия, что другие люди, они, может быть, не изучали психологию, не изучали язык тела, они не могут объяснить, что они видят, что чувствуют, а вот они понимают, что можно использовать этого человека в таких ситуациях, принести огромную стопку бумаг и сказать, работай за меня ночью. они знают, что человек этот не откажет. Такая некая манипуляция. И они манипулируют. Потому что, вот я, например, я не актриса, но я покажу, например, вот два вида. Например, я сижу с вами, разговариваю, и вы мой босс. И вот я вот так вот себя веду, вас, может быть, вопросы спрашиваю, и вот так вот веду. Например, я то же самое, мое тело, мое лицо, мои руки. А второй раз я буду вот так вот себя вести, я постараюсь показать, хорошо? И вот так вот говорить, и, может быть, ничего не спрашивать. Вот что вы почувствовали? Вы психологию не изучали, я не знаю, может быть, ее изучали. Первый раз, и во второй раз, что вы почувствовали? Первый раз вы вели себя достойно, скромно, но достойно, да? А второй раз вы немножечко как бы присмыкались, потому что, ну, все ваши позы, да, позы рук, положение рук, положение головы, глаза в пол, говорили о том, что вы подчиняетесь этому человеку. Да, и вот вы наблюдательны, а кто даже не наблюдательны, ваше подсознание, но читает ситуацию, чтобы вас защитить. И вот при такой вот второй ситуации и будут манипулировать с людьми, особенно, когда первый раз что-то попросит его сделать, например, стопку огромных бумаг, как Нэнси, и она нет, не скажет, то уже все это без остановки будет такое поведение. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Предлагаю вернуться сейчас к нашим эмоциям. Есть такие люди, которые, как вы говорите, живут как в коробке, словно в коробке, они будто бы не видят происходящего и не откликаются никак на события, может быть, на просьбы даже людей. Расскажите немножечко об этом. У людей, которые произошли большие травмы в детстве или передались генетически, и, кстати, это будут оба типа, и с низкой IQ, и даже с высокой IQ тоже может быть такое, что они как живут в коробке, и у них они используют карту ума, которая у них, и не видят, что в округе, не видят, не слышат, не понимают. И такие люди очень не гибкие. Такие люди очень часто, не все, но часто, они живут, как вы сказали, в голове или головой? Живут головой, рационально, через счет рационально. Все рационально, потому что не используют, как чувствуют про это, и какая интуиция. Потому что, я объясню, когда зародыш развивается в утробе, то нервные клетки, которые образуют мозг, они разделяются и образуют также сердце и кишечник, желудок. И поэтому в Америке, в НЛП они показали, что как бы три мозговых центра, хотя это не мозг, это голова, сердце и вот кишечник, может быть, вместе кишечник, желудок. И когда люди принимают решение головой только, они либо не чувствуют, либо чувством не прислушиваются. И также интуиция, может быть, говорить, они тоже не прислушиваются. Как вот, например, пример. Я знала девушку много-много лет назад здесь, это сколько лет назад, может быть, 35 или больше, которая выходила замуж. И вот вроде логически она так говорила, вот он мне подходит, вот он такой хороший этот парень, надо замуж выйти. А вот говорит, сердце кулится что-то, но она не могла понять, что что-то не то. И также говорила, что что-то в животе падало, когда думала про совместную жизнь. То есть акция организма подсказывала? Центра сердца и кишечных желудок, что может быть не будет хорошего отношения. А исходила она из ума, из головы рационально, что вот он такой обеспеченный, он такой серьезный, он такой ответственный, что семью будут держать. А вот она не посмотрела, что они совсем не подходят, потому что я это видела друг к другу, и долго они не прожили. Всего, может быть, три года, и все, развелись потом. То есть правильно я поняла, что чтобы принять важное, правильное решение, необходимо, чтобы все реакции и центры совпадали. А как это сделать? Расскажите, может быть, на примерах. Как это происходит? Вы знаете, что я могу посоветовать, потому что вот в ее случае у нее стресс был, но она не понимала, почему, внутренний конфликт. Вот когда вы принимаете какое-то такое решение, знаете, что сделать? Возьмите бумажку, напишите голова, сердце и кишечник, и положите руку на лоб сначала и спросите вот по поводу этого решения. Например, этот человек для меня, как это сказать, правильный, неправильный, это может неподходящее слово. Подходит ли мне этот человек, чтобы, например, выйти замуж? Вот. И только рационально, только логически. Вот положите и спросите, только логически, подходит ли этот человек, чтобы выйти замуж? Или другое решение? На шкале от нуля до десяти. Насколько он только логически подходит? Например, десять-девять вы запишите. Потом положите руку на сердце и спросите, как чувства, по чувствам только, не логически, а только, как я чувствую, этот человек подходит мне в мужья от нуля до десяти. Сколько он по чувствам подходит? Например, пять получится. Например. И потом положите руку на живот и спросите тот же вопрос, какая моя интуиция, подойдет ли этот человек, и, например, будет 2, и вот посмотрите, если 10, 5, 2, то это показывает, что такое несопоставление цифр, такая шкала, правильно сказать, разница большая, то это внутренний конфликт, и решение не будет хорошее, только вот отсюда из головы. Ну, человек так устроен, что он может себе самому соврать, солгать, да, и сказать, что, ой, здесь у меня, ну, 10, здесь, тоже 10, и здесь, все, значит, выхожу, например, замуж удачно. Ну да, это все будет рационально тогда. Да, но ведь будут и последствия, тут важно не солгать себе в первую очередь. Всегда, вот еще хочу сказать, в любых отношениях, либо в семейных, как мы до этого разговаривали, ребенок, даже взрослый ребенок, родитель, друг-друг, бизнес, какие-то отношения, всегда влияют, какие вы решения принимаете и какой выбор делаете, потому что какое решение принимаете, какой выбор делаете, это может сказаться близкое будущее и далекое будущее. И, например, если вы принимаете решение только, что хорошо на близкое будущее, вот потратили все деньги свои и вот купили, например, себе колье бриллиантовое, а денег нет ни на что, ни на здоровье, ни покушать, а вот такая радость, что как царица в колье буду, так же? Но голодная. Да, но голодная, разутая, бутая и на здоровье нет денег, то на близкое будущее, может быть, это и хорошее решение почувствовать на секунду, как царица, а на далекое будущее очень плачевные последствия, что приводят к ссорам, конфликтам в семье, вот такие финансовые отношения, либо как детей растить, какой выбор и какое решение. Так что, когда только от головы или только от чувств, вот она царицей хочет быть в колье, вот такое чувство у неё, вот я великая, меня все полюбят тут же, колье здесь горит, только на чувство решение принимала, а с головы не подумала, что ни на кушать, ни на останется, ни на за квартиру заплатить. И интуиция, то решение не самое лучшее будет, надо все три центра, когда все три центра, может быть, когда-то и накопит деньги, и купит колье, или займёт куда-то на вечеринку выйти. Очень интересно, доктор Ольга, я думаю, что у многих наших телезрителей сейчас возникли вопросы, как распознать ту или иную проблему в человеке, и я думаю, что в следующем выпуске нашей программы мы с удовольствием расскажем об этом, о методике, в том числе лично вашей методике, правильно? Да, да. Спасибо большое вам за этот разговор, к сожалению, время нашей программы вышло, подошло к концу, спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить», в студии работала Анна Бережная, увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин